Друзья мои, всех приветствую на моем канале. Меня зовут Евгений. Сегодня в ролике я меняю права. Однако, сразу хочу отметить, что в Россию я приехал с белорусским гражданством, жил с белорусским паспортом, затем получил паспорт гражданина РФ и сейчас иду менять права, потому что права у меня это белорусские. Ребята, вообще, конечно, когда получаешь паспорт, надо менять все. С НИЛС, полис УМС. В общем, все документы, которые вы можете представить, нужно менять, включая права. Честно скажу, что ненавижу взаимодействовать с этими госорганами. Это квест. Поэтому сейчас идем с вами в ГИБВДД, наше революции в Санкт-Петербурге, и посмотрим, как вообще сегодня все пройдет. Потому что оно может за 20 минут все пройти, а может растянуться на... Ну, угадать не будем. Короче, ребята, идем сейчас узнаем. Я вышел в 4 часа, прочитал на Яндексе о том, что там утром все сдают на права, очереди большие, а после обеда, соответственно, очереди чуть поменьше. Поэтому я решил выйти после обеда. В общем, ребята, идем, 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 пока не стемнело. Найти это РИБДД и посмотрим, что они скажут. Вперед! Так, друзья, я на месте. Кто-то мне скажет, Женя, зарегистрировался бы на госуслугах со скидкой 30% все сделал. Ребята, не зарегистрироваться вообще. Не дает сайт и все. Ну что, идем? Ой, надеюсь, выставка идет. Надеюсь, надеюсь. Ребята, хотите прикол? Ну, хотите вот прикол? У меня не приняли документы, потому что неправильно оформлена справка медицинская. Я говорю, как неправильно? Я с поликлиники вам принес, я ее не покупал. Неправильно, вот здесь не так написано, здесь нет запятой, здесь точки нет. Идите в поликлинику, пусть вам переделают справку, как надо. Ребята, вот бюрократия страшная. Ой, Господи, не дай бог, ребята. Не дай бог связываться с госорганами. На самом деле им нахер не нужна эта справка. Вот, ну, просто вот так. Вот такая попалась мне инспекта, ребята, понимаете? Очень страшная, куча народа, жесть. Вообще, потому что у меня сняли комиссию 100 рублей. То есть госпож на 2000, но стоит банкомат, в котором ты можешь оплатить только с комиссией. Короче, ребят, дальше идем с вами обратно в поликлинику, узнавать, почему справка не та. Это все будет в этом ролике. Я буду снимать его несколько дней, ребята. Вот так. Все, ребята, я дома. Сейчас я расскажу, как там все проходило. Я успокоился. Короче, значит, подошел к зданию, смотрю, стоит очередь огромная. На улице. Зима на улице сейчас, да. Я спрашиваю, мне нужно поменять белорусские права на российские. Говорят, подойдите там к мужчине, он вам скажет. Ну, вот, это ГИБДДшник. Захожу в здание, перед дверью стоит стол. Вот этот ГИБДДшник. Я вам объясняю ситуацию. Он мне на «ты». Говорит, покажи свои права. Я показываю. Он говорит, я не знаю, можно их поменять, не можно. Поднимись на третий этаж, справочную. И он меня пропустил, получается, без очереди. То есть на улице нужно было простоять в очереди. Хорошо, я поднимаюсь. Ребят, вижу там картину Репина. Вот сейчас я вставлю вставку, чтобы вы посмотрели, что там творится, сколько людей. Смотрите. Вот такие очереди. Так, вот столько людей было в самом здании. Хорошо. Нахожу эту справочную. Благо там девушка очень быстро так работала. Я подошел к ней. Говорю, мне нужно поменять права. Она говорит, покажите права. Я показываю. Она говорит, скорее всего, не получится эти права поменять. Вам либо нужно ехать в Белоруссию, менять там. Либо сдавать у нас. В смысле сдавать? Ну, вот, все правила, тесты. Потом вот вождение. Получается, что заново нужно? Ну, да. Мне не устраивает вариант. Ну, подождите. Сейчас там инспектор придет. Подождите. Он освободится. Он скажет. Нужно, не нужно? Ой, ребята. Пришел инспектор. Минут сорок его прождал. Посмотрел. Сказал, что права можно поменять. Слава богу. Идите, оплачивайте госпошлину. Я спустился вниз. В автомат. Там с горем пополам оплатил госпошлину. Кстати, вот ребята, особенно, которые с Узбекистана приезжают. Которые плохо по-русски читают. Там хрен разберешься. Там, понимаете, нахрена-то вот зачем в автомате там коммунальные, еще где-то внизу там госпошлину. Зачем? Вы знаете, что в ГИБДД пошлину оплачивают? Сделали бы сразу в центре пошлину за это. Нет. Все нужно там через МТС и вот эти вот билайны и вот дребедень находить, где оплатить госпошлину. Автомат с меня взял, кстати, 100 рублей еще. То есть, 200 я заплатил. Хорошо. Оплатил госпошлину. Опять поднимаюсь к этой девушке, опять ставлю очередь. Отдаю ей документы. Она смотрит, смотрит и говорит такая. Что-то мне справка ваша не нравится. В смысле не нравится справка? Ну, которую вы принесли. Я говорю, ну, я ее в поликлинике делал, я не покупал. Здесь вот печать поликлиники. Поликлиники государственные. Государственное учреждение. Подождите. Позвала какую-то тетку. Тетка пришла. Посмотрела. Здесь неправильно оформлено. Ребята, я сходил в поликлинику. Ну, думаю, ну, думал вам правду сказать, либо переснять ролик. Решил быть откровенным. Короче, я лоханулся. Это моя ошибка. Справка оформлена была верна. Единственное, я не прошел всех врачей. То есть, оказывается, нужно еще... Я прошел только психиатра. Нужно пройти еще нарколога. И там кучу... Ну, не кучу, еще список врачей. Однако, мне это объяснили только в поликлинике, куда я пришел. Почему мне об этом не сказали в ГИБДД, да? Потому что там очередь, поток клиентов. И она просто физически не успела. Она просто сказала неправильно. Там, смотрите, у вас там нет терапевта, нет запятой и еще что-то. Следующий, следующий. Отправили меня. Поэтому, ну, выяснил. Не стал переснимать видео. Вот. Как есть, так и рассказываю вам. Позвонил к ближайшему наркологу. Прием 600 рублей в госклинике. Звоню в частную клинику, чтобы пройти весь медосмотр целиком. Мне озвучивают сумму 2500. Я говорю, у меня психиатр уже пройден. В этом случае две. Если я пройду нарколога, полторы. То есть, 500 рублей врач. Получается, в государственной 600 рублей. А здесь все скопом 500 рублей. Поэтому я решил не заморачиваться. Пойдемте сейчас в платную клинику. Получим справку. И дальше будем решать вопрос с правами. Еще момент. Мне, после того, как я выложил видео. Как я проходил медосмотр. Написали ватсап ребят о том, что. Женя, хочешь, мы тебе продадим справку. Прям домой привезем. Пришли паспортные данные. Там, 3000, по-моему, они просили. Ну, что-то, короче, по-моему, 3. И справку будете на руках. Коршуны мои. Не надо. Не ведитесь, пожалуйста. Вот эта подделка документов. Во-первых, это статья. Во-вторых, непонятно, кому высылать свои паспортные данные. И, в-третьих, все-таки, пусть у меня будет там не госклиника. Пусть это будет частная. Но у нее есть лицензия и справка будет официальная. Я буду спать спокойно. Поэтому, вот, вариант, типа, мы его тебе привезем домой. Меня сразу не устроил. Я заблокировал, даже не стал переписываться. Вот так. Ну, что, идем в клинику. Ну, все, ребята. Я прохожу врачей. Мне надо пройти нарколога. Окулиста. И терапевта. Собственно, очередей нет, видите. Все пусто. Потому что я пришел после обеда. Говорят, здесь до обеда жесть. Ну, я напротив ГАИ, поэтому здесь всегда ажиотажно. Поэтому приходите после обеда, чтобы никого не было. Ну, что, пойдем. Проходите. Видно меня? О, что я уже стемнела на улице. Значит, справку сделал за 25 минут. Что значит частная организация, да? Заплатил деньги, пожалуйста, все условия, никаких очередей. Врачи вежливые, на регистраторе вежливые. Все объяснили, все рассказали, все показали. В общем, сейчас идем в ГАИ. Вот она за мной, видите? Вот это вот страшное здание, желтое, с окошками светится. Ребята, сейчас. Мне уже сказали, что там жесть просто творится. Ну, что, идем, что делать? Ребята, скажите, пожалуйста, почему я такой не фактовый? Мне не поменяли права. Но, оказывается, чтобы из белорусских перейти на русский, нужно сдавать теорию и практику. Я не смогу сдать, потому что я сейчас не вожу машину уже давно. Машин у меня нет. Я не подготовленный, поэтому я отказался. Мне обидно, знаете, что я потратил время на эти медкомиссии. Я потратил деньги. Ну, давайте посчитаем. Медкомиссия, значит, ну, 1200 психиатров, вот это, да. Сейчас 2 отдал, 3200. И госпошлина, 2100. Итого 5300, ребята, я потратил. В пустую. И времени. Вот такое, ребят, я. Хотя я пришел первый раз, меня проконсультируют. Да, можно. Сейчас, видите, нет, нельзя, сказали. Сдавать теорию. Вам неправильно объяснили. Девушку которой, она будет в четверг, приходите, она вам объяснит. Короче, ребята, вот так. Ну, давайте, пишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я прощаюсь с вами, ребят. Все, пока. Увидимся еще, ребят. Все хорошо. Я прорвусь. Давайте. Увидимся.